В Омске мало возможностей, поэтому перспективы остаться в городе после получения образования Дарья Степанцова для себя не видит. И это несмотря на то, что девушка в будущем банковский работник. Но даже в этой сфере зарплаты в Омске куда меньше, чем в других городах. Специалистов много, объясняет девушка. Но конкретной точки, куда можно переехать, пока на горизонте нет. В чистенький, уютненький город. Что для этого нужно? То есть кто должен что-то сделать, чтобы была зарплата хорошая и Омск был чистеньким, как вы выразились, уютненьким городом? Это все зависит от правительства. Не все, уверяет представитель Омского правительства, Министерство по делам молодежи Михаил Емелин. Кузнец своего счастья – не пустая фраза. И этот форум дает молодежи возможность увидеть, что и в Омске можно реализовать себя. Например, спикер на площадке «Я лидер» рассказывает, как можно принять участие во всероссийской форумной компании или грантовых конкурсах. «Я профессионал» должна помочь усилить лидерские и коммуникативные навыки. В общем, цель форума «Омск. Твоя точка роста» – показать, что родной город может стать основой будущего развития. И, судя по комментариям Михаила Емелина, неважно где. Мы не против того, чтобы, например, люди уезжали, но мы хотим, чтобы они работали на благо своего региона. Они получают здесь образование, они получают здесь какой-то старт. И очень многие возвращаются, на самом деле, или как-то удаленно работают. То есть, неважно, уехал человек, остался. Одно дело – реализовать проекты «Амбиции», а другое дело – еще и молодому человеку жить на что-то надо. Вот по уровню заработной платы можно ли говорить о том, что есть точка, какая-то сумма, которая может привлечь человека остаться? Ну, я думаю, наверное, это больше вопрос к Минэкономике, к Министерству финансов. Но, как показывает практика, как показывает общение с известными предпринимателями, с известными деятельами, я не знаю, культуры, искусства, образования, то здесь можно находить какие-то варианты и, прикладывая определенные усилия, можно достигать определенных результатов, получать достойную заработную плату в регионе. Достойная зарплата – дело субъективное, рассуждает студентка аграрного университета, будущий ветеринар Елизавета Бобель. Работа по специальности в Омске есть, поэтому о переезде девушка пока не думает. Ну, я не думаю, что проблем много, люди сами себе больше накручивают. В каждом городе есть свои определенные недостатки, но также есть свои достоинства, благодаря которым люди должны оставаться и в Омске, и в других городах, и продвигать, наоборот, вверх все это, ну, влаживать что-то отношение. На форум Елизавета пришла, чтобы познакомиться с ребятами из других вузов и узнать, где можно проявить себя, ведь пока времени помимо учебы хватает. Новые знакомства не ограничиваются личным общением. В актовом зале появилась стена профессионалов, на которой любой желающий может оставить вот такие стикеры с ссылками на свои социальные сети, контактами и безусловными навыками. Пока это все больше похоже на доску объявлений. Например, Шура ждет перемен, Соня приехала из Нового Уренгоя, кто-то актриса ОПЭК выступает в цирке, а кто-то и вовсе предлагает услуги по пирсингу. Но даже такая самореклама может быть полезна в продвижении своих навыков и умений, особенно через социальные сети, которые нынче стали основными площадками для взаимовыгодного сотрудничества между потенциальными соискателями и работодателями. В таком случае место жительства не имеет значения, ведь работать можно, не выходя из дома. Денис Сеонас, Андрей Кузьмин, Антенна-7.